Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Делаем запись под названием «Житие святых во свете Библии», потому что в ее свете по-другому все выглядит, чтобы люди смотрели на монашество, на «Житие святых» открытым оком. Вопрос 2037. Что побуждало талантливых и глубоко верующих людей уходить в пустыню? И какой силой можно было заставить их выйти оттуда? И всегда ли причины выхода были приличны святым? Ответ. Подобно какой-то эпидемии и недоброму наваждению было, да и осталось это поветрие, что Бога можно задобрить только умерщвением плоти в буквальном смысле, и что это возможно только в пустыне. Вызволить оттуда было нелегко этих самоотверженцев от призыва Божия идти на проповедь. Но иногда их Бог выковыривал оттуда. Эти затворники творили апостольские чудеса на соборах, на диспутах. Но иногда отдельные насельники монастырей превращались в ярых насильников на чужой воле и жизнью. Епископ Форетрий с отрядом монахов-омоновцев, с этой черноризной группой захвата, караулил на крутых горных перевалах императорских претарианцев, чтобы отнять у них влекомого в ссылку Иоанна Златоуста и убить его. Убить, а не благословиться у него. Православный епископ и сугубо православные монахи. А они же ведь убить-то хотели Иоанна Патриарха Константинопольского, как врага Божия, как еретика и оригениста. Ночи не спали и окружили имение, где скрывался Златоуст, чтобы сжечь его. Это все было от кого? А где это? Полное творение святого Иоанна Златоуста, третий том. Они же подписывались «Смиренный Никон», «Смиренный Сергий» и царские воины докладывали, что им лучше попасть в руки диких и саврян, но только бы не в руки этих лиходеев зверей в рясах. Считайте, третий том творения, она Златоуста. Но едва они выполнили поручение от царя, или свыше было такое им указание, идти в мир, затем они вновь скрывались, убегали в горы. Открыли академию по обучению молодых, как зарыть талант. Вот так называлась академия. И как это зарыть и оправдать, и поставить в заслугу себе. Лука 19, 20. У монахов все впереди еще за это молчальничество. «Пришел третий и сказал господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». Он не потерял ее. То есть вера у них была, но она завернута и спрятана. И теперь что? По рукам и ногам свяжите и выбросьте его. И он начинает обвинять Бога. Злой, жестокий. Потому что если монахи молчат, то так как Господь везде посылал в мир, они по-другому, то в самом они опровергают Бога, Христа. Апостолов. Ну нужно же дальше говорить. Первое Коринфянам 9, 16. «Ибо если я благовествую, то не с чем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Это и у монахов они ничем не были заняты. Семьи нет, детей нет. Иди благовествуй». «Эта болезнь ядовито расползалась тысячелетия, и потому православие на всех фронтах потерпело полное и окончательное поражение. Самое лучшее, самое талантливое, самое ревностное хоронилось по благословению монахов высшего ранга. Сколько их там загублено, это только догадаться можно по житьям святых и на суде Божьем выявиться». Василий Великий, 1 января. Василий же уговорил возвратиться к себе и в Севи, архиепископ Кесарий Каппадокийский, примирившийся с ним в письме и просивший его помочь в церкви, на которую ополчились ориане. Исааки, исповедник 30 мая. Сей блаженный Исааки первоначально подвязался в восточную пустыню, подражая святому Илии пророку, и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом арианами на церковь Божию, узнав также и о том, что и царь споспешенствовал в распространении ереси, он весьма опечалился. Оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих во благочестие. Слово его было подобно свече горящей. Дух Божий почивал на нем, и благодать небесная осеивала его. Увидав своими очами великие беды, какие терпели верующие от зловерного царя и его единомышленников, он молил Бога, прося его презреть с высоты престола своего нагонимых, неповинно, и явить им милосердие свое, гордость же гонителей смирить. Вопрос 2038. Не было ли причиной ухода в монастырь желания сбросить с себя все заботы житейские, и, имея руководителя во всех аспектах жизни, беззаботно и легко плыть по течению? И с радостью ли отпускали родные избранников Божиих в монастыри, якобы желая иметь ходатая перед Богом? Ответ. Это уже потом пришли к такому раскладу, а вначале думали о другом, чтобы сохранить себя и ни от кого не зависеть. Потому монастыри, к тому же, стали прибежищем для тех, кто ничего не хотел сам делать, а пожелал все сгрузить на Бога и на старшего монастыря. А о таком положении христианина Библия ничего не сказала. Псалом 118-113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Римлян 14-12 «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Мне знакома Библия и знакома жития святых. И создается ясное впечатление, сознание того, что у монахов самая главная задача это переписать Библию и чтобы она была вся посвящена подвигам и победам монахов. Ну, как сделали свидетели Иегова-то. Новый всемирный перевод. Никакого отношения не имеет к Библии вообще. Перенося события давних дней, можем же услышать, что слышали монахи в свой адрес, когда семья теряла кормильца и знала, что в том виновны эти черные люди. А они поглотили его. «Если бы эти слезы и вопли все собрать, то их пещеры залило бы, как в потоп». Римлян 13-10 «Любовь не делает ближнему зла». «И так, любовь есть исполнение закона». Деяние 15-29 «Не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая себя, хорошо сделайте». То есть они воровали этих людей из благочестивых христианских семей, те теряли детей навсегда, а они к себе не примиряли. И как примирять? Детей не было, они этого не пережили. Это были крайне бесчувственные люди. Когда апостолы вынесли это решение, разве кто-то мог предвидеть, что если указать на зло, какое совершается при насильственном разделении мужа с женою, жениха с невестой ради бисера девства, то монах в ответ может без смущения сказать «Я и делаю ближнему то, что сам возлюбил, чтобы эта чужая жена стала невестой Христовой, как и я». Такого самоедства разве не могли предвидеть ученики Христовы? Выходит, что Дух Святой им этой бездны не открыл. Василий Исповедник, 28 февраля «Оставим мир с его соблазнами». Он поступил в монастырь и добродетельно проводил иноческое житие. Анфиса, 27 июля, оставив родительский дом, она подвязалась сперва уединенно в пещерах. Встретив старца Сесиния, она продолжала подвиги по его наставлениям и настолько преуспела в духовной жизни, что 90 девиц верили в себя ее руководительству. Это 90 семей заливались слезами. Вопрос 2039. Говорите, что церковь больна трусостью и корыстью. Это очень видно. Когда войдешь в любой, даже самый захудалый сельский храм, на все цены и за все платить нужно, и при том очень большие деньги. Но есть ли что-то в церкви ныне, что не заражено было бы деньгами, чтобы давали это бесплатно? Ответ. Стоило убрать из храма авторитет Библии, а уж авторитет батюшке будет сам становиться, вспухать, ибо место пусое нигде не будет само по себе. Так и относительно денег. Стоило убрать десятину с каждого, как полезно торговля и остальное на коне мамоны. За причастие вроде бы не платят открыто. Но и тут поп умудряется снимать пенки. Во время исповеди подходящих при училии класть на тарелочку возле батюшки, исповедующего свечки, тут же и купленные. Хитрая такая лукавая, подмена шуршащих меркуриевых ассигнаций на вонючую свечку, которую после исповеди не зажигают, а отнесут к торговке, воровке, разбойницы, и перепропадут, перепродадут, совершат обналичку, и батюшке отдадут. Это уж как вовсе закон о его добыче. Так вот от грехов исповедующихся. Осень 4, 8. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Ни шагу и нигде без скрюченной симонии нет. Но и десятину попу никогда не взять. Разве бы он отказался от такого благословения? Но как взять, люди-то почитают все чужие? Он над ними не трудится, и как лиса возле журавлинного кувшина только облизнется при слухе о десятине и снова засядет в киоске разбойничьим. И опять упирается все в научение, в проповедь. Пока не будет возрождения, воскресения душ, никто и не будет стремиться выполнять указания его творца о содержании священства на десятину. Все безумия в храмах единственны за умолчание Батюша Коволи Божией, за сокрытие Библии, за изничтожение авторитета священного писания. Мне пристали листок из Суздаля. В этом году исполняется 600-летие со временем счастного представления преподобного и богоносного отца нашего Ефимия, первого архимандрита и основателя спасопреображенской обители, богоспасаемого города Суздаля, всея Россию и чудотворца, друга, спостника и собеседника преподобного Сергия Радонежского, духовного собирателя и устроителя земли русской, 1-го 14-го апреля. Мощи преподобного Ефимия, почивающего в цареконстантиновском соборе города Суздаля, служат источником радости и утешения для всех православных христиан, совершивших с верой перед ними честное поклонение. Во знаменование славного юбилея усердием соборного клира будут совершать ежедневное молебное пение с Акафистом, преподобному и богоносному отцу нашему Ефимию. У вас кто, естественно, этого пожелает? Есть возможность заказать молебенный Акафист, который будет служить у святых мощей преподобного отца нашего Ефимия. При возможности посетите царь Константиновский собор и, поклонившись святой гробнице преподобного угодника Божия, вас ждите свечу, символ вашего усердия и любви. При желании вы можете приобрести небольшой образок иконку преподобного Ефимия, чудотворца Суздальского. Это дословно из рассылаемой пригласительной анкеты Ефимия. Сколько тут слов, которые криком кричат купи свечу, купи образок, закажи за денежки молебен Акафист иначе сказать отдайте мне свой кошелек. Здесь же речь идет о рекламе покойника, чьи мощи могут служить прокормом для живых. Если Московская Патриархия будет эти мощи приватизировать, они находятся сейчас у Русанцева. А это обязательно должно быть, так как те и другие деньги очень любят выуживать из мертвых. То будет борьба и будет мощь скрывать друг от друга. Что здесь есть для живых христиан? Но даже сказать это опасно. Будут злиться, отправят на сутки Ефимию. Заслуги Ефимия показали, что он друг Сергия, беседовал с Сергием, собеседник с Сергием, ну не молчком же они все время сидели-то, постился Сергием спосник. Да как бы он мог не поститься, его бы казнили, как еретика. Если этого недостаточно для рекламы мощей, для выжимания денег из посетителей, то и заслуги Сергий перед земным отечеством. Он собиратель земли. Да кто же нам дал задание это, собирать земли, а не души? Тут каждая строка воззвания Суздальского обличает все мертвое сегодняшнее православие. Если заслуги Сергия такие важны, так и повторите их, не стойте Акафиста с пением, а растрясите свои животы и благоутробия, пойдите по земле русской с проповедью, ты собирайте души русские, ибо Русь скоро-скоро будет сектантской, а не лже православная. Если молятся Суздальские попы-патриоты и послушники дежурят у гробницы, то зачем же заказны это молебны? Или без этого язык не ворочится, тысячи раз повторять одно и то же радуйся, а нужно более весомое для радости. Мог ли не знать этого Ефимий, что на его телесах будут кормиться попы еще шестьсот лет с намерением и дальше так упражняться в выбивании пением денег из усердных почитателей архимандрита Суздальского? Если он этого не знал, то где же его святость была? А если знал, то почему не прекратил это же самое, что было уже для него в Суздале? Или заранее готовил себе такую же честь быть не в земле, не стать прахом, а стать служителем мамоны после смерти и отвлекать людей от истинного служения Богу в духе истине? Если подсчитать сколько часов и сколько людей за эти шестьсот лет простояло у мощей всехвального Эфимия и прикинуть сколько можно было людей просветить светом Евангелия за эти сотни тысяч потерянных навсегда часов в России, то и в Суздале поменьше было бы продажей градоначальников и прокуроров и служителей правопорядка, не было бы боевиков, воюющих против всего смиренства митрополита Суздальского, везде ложь. Одна ложь! Считал рассказ о поездке русского царя к своему старому другу генералу, жившему в деревне и в имении. Ехал царь с одним извозчиком зимой. Остановился в гостинице лукавого трактирщика Тинордье, который жаловался на нищету и несправедливость властей. Царь же был верующий и спросил, считают ли они Евангелие. Тот тут же указал на божничку, где лежал завернутый в тряпицу Новый Завет. Благо, он уже был на русском языке. Царь подошел к окну, повернувшись спиной к хозяину, как бы лучше видеть текст и спросил, считают ли они эту книгу и где они сейчас считают, так как хозяин повернул, что считают каждое утро по три главы из Слова Божия. Считают же там, где закладка у них. Рассчитавшись за лошадей, царь дал чуть больше на радость детишкам. Хозяин же ожидал большего, так как у хозяина было восемь ребятишек. Когда царь вышел в сене, он провожал царя с поклонами. Возвратившись, увидел расчет, он без навара и с гневом бросил Евангелие в угол стола. Жадина. Не мог больше дать. Видя заинтересованность царя книгой, подумал, хотя бы ее купил у меня. Через два дня царь возвращался, заехал в тот же постоялый двор, погрелся чаем. Удивляясь угрюмости трактирщика и взяв снова Новый Завет, открыл на том месте, где была закладка на Деяниях Апостола, вторая глава. Его ассигнации, которые он туда заложил, дали бы возможность хозяину перестроить все хозяйство и купить шесть лошадей. Спросил, считали ли они в эти дни Евангелия? Считали, как всегда. Император Александр III был человек набожный и не терпел лжи. Молча он вытащил ассигнации, продолжая стоять спиной хозяина у окна. И тот увидел, как у царя мелко задрожали плечи и услышал сквозь его слезы шепот. Лгут. Везде лгут. И здесь лгут. Эфимий Новый, 15 октября. По смотрению Божией скоро нашла она разумную и скромную девицу по имени Ефросиния, происходившую от богатых и славных родителей. С ней то существовался браком Никита. Через несколько времени Бог благословил брат Щесоюх и с рождением дочери, названной во святом крещении Анастасией. После всего Никита, считая родившееся дитя достаточным утешением и для матери своей, решился оставить семью и посвятить себя всецело служению Богу на иноческом пути. Семья развалена. Это я из жития беру. Оправданием покинуть семью для него являлось и то, что замужняя сестра его, Мария, жила в собственном его отеческом доме и таким образом должна была остаться помощницей матери. 14 сентября праздник воздвижения было последним днем проведенным Никитой в кругу родной семьи. На другой день, день памяти той и заименного им святого мученика Никиты, он оставил свою семью навсегда, сказав, что будто идет посмотреть падшегося в долине своего коня. И долго осиротевшая семья не знала действительной причины оставления Никитой отеческого дома. Семен ходит, не просившись, так, беседуя между собой, шли они вперед. И о том молили они Бога, да покажет им свою волю, в каком монастыре им постришься. И выбрали для себя такое знамение, в каком монастыре найдут они отворенные ворота, в тот, значит, Бог и повелевает им войти. Случилось им прийти в монастырь преподобного Герасима, в котором игуменом был муж Богодохновенный по имени Никон. Ему было возвещено Богом о пришествии этих двух юношей, возгоревшихся божественной любовью. Пимен Великий 27 августа. Преподобный Пимен был родом египтянин. Вместе со своими двумя младшими братьями он ушел в один из общежительных монастырей египетских. Здесь вместе с братьями он принял образ иноческий. Спустя несколько лет после этого мать сих братьев по чувству естественной любви матери к детям отправилась к ним желая видеть их однако не могла их увидеть и потому встала около храма в ожидании их прихода в храмную молитву. Когда они направлялись к храму мать подошла к ним но они побежали от нее назад и войдя в келью закрыли от нее в двери подойдя к дверям она начала стучать и призывать сыновей своих стоя вне кельи плаща с умилением но иноки не только не открыли дверей кельи но даже ничего не отвечали между тем в то время когда та женщина плакала долгое время стоя у дверей кельи ава ну и услышав обо всем вошел иными дверями к инокам и сказал Пимену что же мы сделаем с этой старицей вот она уже долгое время горько плачет не отходя отсюда тогда Пимен встал подошел к дверям и спросил о чем ты плащешь старец она же услышав его голос но не видела самого так как двери были затворены сказала я хочу видеть вас дети мои не моими лесосами я питала вас не я ли вырастила вас и вот ныне я нахожусь уже в преклонных летах я весьма страдаю сердцем слыша голос детей своих но не видя их я весьма хочу видеть вас дети мои прежде нежели умру Пимен сказал где желаешь ты видеть нас здесь или в той будущей жизни то есть это несовместимо здесь и там вот здесь увидишь значит надежда на райские обители потеряны вообще ни на чем не основано вопрос 2040 если если предположить что самый прямой путь к Богу через изучение исполнение слов его а это и есть цель монашества то почему те страны где подвязались в пустынях столпы монашества отпали от христианства почему Библия не была популярной книгой среди тех кто полностью отрешился мира им бы только и заниматься Библией ответ теоретически рассуждаете верно но на практике есть другая сторона невидимая это духовный мир в котором растворяется много добрых и правильных желаний если Господь сказал что нужно родиться свыше то это вовсе не означает покреститься как попало необходимо признать себя погибшим грешником принять Христа верою как своего спасителя и принять святое крещение правильно умерший для прежней греховной жизни обещая служить отныне Богу с чистой совестью и все это выполнять но все это человек должен совершить сознательно пережив это второе рождение Иоанна 3.3 Иисус сказал ему в ответ истинно истинно говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие Божие у православных этого нет у них все основано на привычке носили покорение своего тела на подражание кому-то из смертных кто выше тебя по уровню подвига это все можно усвоить только после рождения свыше тогда это воспринимается и Богом писание писание у них никогда не было фундаментом и самым главным авторитетом вот почему смерть царит мертвые делаются учителями нерожденные если Христа не встретили все приходится начинать сначала не искать чудес откровений из невидимого мира а полагаться на Слово Божие смирение греховных проявлений плоти это не цель а только лишь средство цель Христос жизнь во Христе подготовка к вечности здесь же обретение подобия того какими мы должны быть вечности 1 Коринфян 9.27 усмиряю и порабощаю тело мое дабы проповедую другим самому не остаться недостойным теперь пишут целые книги о восхитизме чего апостолы никогда не делали перешли к механическому способу не познав духовного перерождения книга древнехристианский аскетизм и дорождение монашества православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках Сидоров Москва паломник 542 страницы 6000 экземпляров цитата любовь к великому дару Божьему к неисчастливому сону подвижников которые несли несут в мир свет Христов ибо древняя народная мудрость гласит свет мирянам иноки свет инокам ангелы в липкую искусно вытканую паутину попадают только легковесные мухи а не орлы стремительно взлетающие на крыльях благодати святого духа в небесной отчизне и там парящие в светлом и прозрачном сиянии любви Божией история знает также примеры дезертирства из ангельского полка когда принявшие постриг соблекли себя иноческое облачение а таковых преподобный Амросий оптински сказал восприявшее монашество и оставившее его на уподобляется и увы предателю который ни у кого не просил на это благословение дозволение а самовольно предал и сам терпит горькую участь в оаде недаром святой Исаак Сирианин изрек иноческое житие похвала церкви Христовой люди несли сюда неочищенные совести борющие помыслы разъедающие сомнения мысли страсти подавления воли перед старцем исповедовал он и свои грехи нередко смертные прегрешения до мимолетного смысла и под его руководством приняв эпитивью как духовное врачество проходили покаяние наконец тот факт что почти все отцы и учителя церкви были монахами не ложность свидетельствует об одной бесспорной истине вне подвижничества невозможно никакое подлинное богомыслие православный духовный писатель поселянин псевдоним Евгения Николаевича Погожева православный духовный писатель поселянин никакие внешние препятствия не могли уменьшить этой распалявшей русскую душу жажду пустыни чуть христианство утвердилось проще на горах киевских как является великая рать бессмертных иноков и вся русская история творилась и творится прежде всего этими богатырями и ратниками поэтому и возрождение святой руси свидетелями которого как уповаем являемся нынче мы немыслимо без них наконец могу сказать что данное сочинение не появилось бы на свет божий без помощи моей сотрудницы соавтора редактора жены светланы ибо имея одну душу и один ум мы создали вместе сие сочинение сидоров римонам так страница 250 подлинное православие немыслимо без монашества и его святых идеалов поскольку представляет собой самую сердцевину православной веры это из книги сидорова страница 317 блаженный Агустин обращаясь к девственнице изрекает высшее место займет дочь дева низшая мать вышедшая замуж однако обе будут там в царстве небесном подобно тому как блестящая звезда и тусклость звезда обе остаются на небе похоть является первостепенным злом страница 403 Антоний Великий говорил монах вполне должен полагаться на старца если можно даже в том сколько ходить ему шагов и сколько пить капель в своей келье чтобы не погрешить как-нибудь и в этом один опытный старец говорил если увидишь юношу по своей воле восходящего на небо удержи его за ноги и сбросил оттуда потому что это ему не полезно страница 407 в строго общежительных монастырях новоприходящего подвергали недельному или десятидневному искусству ворот монастыря и потом сняв мирскую одежду в присутствии братья настоятель обрекал его виноческую одежду требовали только чтобы он выучил молитву господню и несколько псалмов и объясняли его обязанности инока вступивший в монашество не судится за мирские дела потому отречение от мира называлось как бы вторым крещением а одному старцу принимавшему иноческий обед казалось что на одежку монашескую сходила благодать подобной благодати крещения это же Сидоров потом пишет что монашеса загубила Египет там теперь не христианская страна ибо лучшие силы иноки вычерпали из народа и растворили в песках не дав потомства миссионерства не было и монашество погубило не евангельскую веру погубило навеки вперед именно в выночестве сгинули самые лучшие самые самоотверженные они не пошли путем указанным Христом их заблокировали в стенах общежительства в определенной кинове и лавре забились монастырские стены и история вспоминает этот путь как оказавшийся бесплодным страница 524 последующая судьба Египта показала что в этой колыбели иночества где оно принесло и лучшие плоды свои монашество не имело глубокого продолжительного действия на народа населения Египет вскоре отпал от православия и потом под владычеством Аравитян почти совсем утратил христианскую веру нельзя не признать того что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне где они окончали своего поприща без потомства должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении Аллилуйя Аминь